Дни немецко-российской культуры проходят в Хабаровске. В музее археологии открылась выставка под названием «Микро-макро». Свои материалы представили хабаровчане, так или иначе связанные с Германией, и жители Штутгарта, знакомые с Россией благодаря работе в Штутгартской опере. Что вы думаете о Германии? За 10 тысяч километров от этой страны сейчас есть повод задавать такой вопрос. Дни немецко-российской культуры проходят в Хабаровске уже в 21 раз. На этих листах ответы студентов, изучающих немецкий язык. Здесь каждый посетитель сможет вписать свое мнение. А эти тексты – взгляд макро на общий знаменатель двух народов Германии и России, жителей Хабаровска, знакомых не понаслышке с немецким менталитетом. Екатерина Зиброва с берлинской инициативой «Санслэм», путешественник Антон Конорев, генеральный директор медиахолдинга «Губерния» Олег Крючок, важную роль в журналистской биографии которого сыграло сотрудничество с радиостанцией Deutsche Welle. Вот эта красная нить, вот с своими острыми углами, она должна добавлять каких-то, навеивать что ли на зрителя определенные ощущения. Не знаю какие, но мне кажется, что вот здесь какая-то острота будет, какое-то напряжение. Вот пытаюсь вот такими раздельными средствами добавить приправки. Взгляд микро на Германию через коллектив штутгарской оперы. В ней служит 1600 человек, 130 национальностей из Японии, Словении, Италии, России, Израиля, других стран. Некоторые захотели приехать в Хабаровск вместе со своим портретом, как Катриона Смит, сопрано штутгарской оперы родом из Шотландии. «Разве вы узнаете меня в этой женщине?» – говорит она. «Грим и роль преображают, и ты перевоплощаешься в совершенно другого человека, когда выходишь на сцену». Участвовать в проекте «Микро-макро» – тоже перевоплощение и проникновение в мысли других людей. Ты говоришь, что думаешь о людях, и люди говорят, что думают о тебе. Немецкую часть выставки «Микро-макро» в Хабаровск привезли Барбара Щоньян и Рюди Герванбум. В шестой раз они приезжают в Хабаровск и надеются, что взаимный интерес не исказят никакие политические процессы. Через эти проекты мы узнаем, что люди в России не опасны, какими их рисуют. И люди Германии тоже не опасны. Мы живые, настоящие и можем делать много интересных совместных вещей. Это второй опыт визуализации идеи через фотографию и текст. В 2016 году и в Хабаровске, и в Германии прошла выставка «Дорт und hier» «Здесь и там». Продолжение следует. Таков девиз Дней немецкой культуры в этом году. Но всегда наступает новый день, всегда встает солнце, и что-то всегда происходит новое. Продолжение следует. Епифанова Софья, Павел Легалин для программы «Новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова